Знаете, я изучал ясновидение. Что такое ясновидение? Как можно ясновидеть события в будущем? Знаете, что веды говорят об этом? Если человек способен в будущем очень сильно видеть хорошее, тогда плохое он увидит без проблем. Само собой. А если он видит только плохое, это значит, что он не сможет быть ясновидящим. Человек, который видит в другом только плохое, это обычное видение, это неясновидение, это обычное видение. Мы все так видим мир. Мы видим прежде всего плохое в человеке. Но чтобы увидеть в нем хорошее, для этого надо сначала действовать и напрямую. Надо сесть, это называется внутренняя жизнь. Очень мало сейчас людей этим занимаются, нас этому не учат. Надо сесть дома, прямо рано утром, поставить изображение святого внизу, изображение своего мужа, и начать святому поклоняться и желать счастья своему мужу, просить прощения, прощать. И постепенно вы начнете видеть, вспомните, что вы вместе с ним встречались когда-то, влюбили друг друга, что вместе жили, улетели своего ребенка, у вас столько событий хороших есть вместе. Но вы их сейчас уже все забыли, потому что негативное восприятие, оно все это уничтожило. Постепенно вы увидите, что это очень хороший человек, но сейчас вы не можете относиться к нему так, в силу того, что между вами накопилось плохое. То есть это благодаря молитве происходит, не за один день. Через месяц такой практики вы все начнете видеть это. Когда вы это все начнете видеть, в сердце вашего близкого человека, в виде вас, будет появляться совесть. Он будет чувствовать, что он к вам неправ. И он будет пытаться изменить отношения. Война закончится в результате. И это все происходит не потому, что вы с ним пытаетесь поговорить. Сейчас статистику проведем с вами. Вы увидите, что это не работает системой. Поднимите руку, кто из вас в ближайший год смог хоть раз спокойно, нежно, о чем-то важном поговорить со своим близким человеком без эмоций. Поднимите руку. Посмотрите в зал. Видите, 10% людей. Несмотря на то, что я здесь раз в 3-4 месяца читаю эмоции, все равно людям не хватает силы поговорить с близким человеком. Даже если они знают, что вот так надо это делать, не хватает силы поговорить. Да? Вот если это близкий человек здесь, допустим, если я с ним не могу с людьми поговорить, но с друг другом, вот, понимаешь, понимание. Карма, она, понимаете, она по-разному действует. Я, допустим, с вами могу поговорить, мне с нежностью с женой уже тяжелее. Почему? Потому что между нами с ней очень глубокая карма, она действует, поэтому ее тяжело преодолеть, и поэтому разговоры такие уже тяжелее с женой. Чем ближе люди, тем тяжелее им разговаривать, потому что сила кармы сильнее действует от близости. Итак, надо понять, что жизнь начинается с внутренней жизни и заканчивается внутренней жизнью. Внешнее проявление жизни является лишь результатом внутренней жизни. Если я внутри себя хорошо поработал, я хоть как-то могу что-то сделать для близкого человека. И первый этап таких действий называется сострадание. Вопрос заключается в том, насколько я могу близко это сделать. Потому что если очень сильно карма идет из близкого человека, я не могу слишком близко к нему подойти, в отношениях. Потому что в результате меня начнет трясти. Я не смогу говорить дальше, потому что мне станет плохо. Это значит, что у меня не хватает силы. Озеро моего счастья, оно еще пока очень мелкое. В нем нет столько силы, чтобы своим счастьем поделиться с другим. То есть не хватает. Но сострадание что такое? Сострадание это способ устанавливать положительные связи. Отношения, в которых будет царить добро. Это сострадание может выражаться по-разному. Например, взгляд с участием. Означает, что ты видишь, что человеку плохо. Просто смотришь на него и показываешь ему, что ты видишь это. Этого достаточно. Уже отношения становятся теплее. Рыбки знаете, как воспитывают своих мальков? Они просто касаются их состраданием. Они разговаривать не умеют. Понимаете? Есть такой анекдот, как гавкает собака баскервилей. Оказывается, есть еще рыба баскервилей. Когда она проявляет себя, то кругом царит гробовая тишина. Потому что рыба баскервилей не может гавкать. Понимаете, идея заключается? Что рыбы, они не могут говорить, но они и мальки чувствуют рядом заботу. Потому что они могут касаться просто. Кто шлепнет, кто стукнет. Кто шмепнет, кто прякнет. Так происходит воспитание. Ракин в свое время говорил. Это правда. Надо все просто это делать с любовью. Добрый взгляд. Можно как бы взять человека, коснуться его как-то близкого. Это очень сильно работает. Называется страдание. Прикосновение с любовью. Не всегда можно говорить. Потому что когда человек открывает рот, то карма через рот выходит сильнее всего. Через прикосновение меньше кармы, через взгляд еще меньше. Рот открыл и пошла. Что ты вроде что-то хорошее хотел сказать, а получилось все наоборот. Человек обиделся близким. Итак, сострадание не всегда означает беседа. Вот если вы приходите домой, хотите сострадательно отнестись к близкому человеку. И говорите, сядь рядом со мной, допустим, мужу. Я хочу с тобой поговорить. Для мужчины это стресс. Вот просто для мужчины сесть рядом с женой, это стресс. Потому что 20 лет жили вместе, и поговорить близко означает, что она сейчас будет мучить жалобами, своими эмоциями. И мужчина украшает, он такой, ну я не знаю, мне надо сейчас смотреть телевизор. То есть мучается, ему тяжело сесть рядом с женой, он уже боится. У него потому что сердце очень чувствительное, у женщин очень сильные эмоции. Она сама не замечает, как эмоциями давит. А мужчине больно, он как бы чувствует давление, он страдает, когда начинает орать. Когда он начинает орать, то он начинает через этот центр психически давить. А у женщины здесь очень слабое место. В результате она от его полосы древенеет. Она не может ничего сказать. Думает, а я иначе какое сострадание. У меня просто сумасшедший. Понимаете, то есть так люди живут друг с другом в любви и в полной гармонии. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что мы не знаем, какие усилия к чему прилагать. У нас нет знания, как общаться. Мы не знаем, что самое надежное общение — это взгляд. Просто теплый взгляд на близкого человека. На втором месте стоит прикосновение. На третьем месте стоит отвлеченное слово. Отвлеченное слово тоже хороший метод проявления сострадания. Допустим, посмотри, какой снег вокруг лежит. Да? Мороз и солнце, чей день чудесный. И все ты прелаешь, друг прелестный. А время уже 8 часов утра. Пора, красавица, проснись. Открывайся, тут и не концовек. Ну, то есть, все можно же делать с любовью, понимаете? И не обязательно грузить народ, что в бежим дня, у тебя пухнут веки, там, почки отвалятся. То есть, это не работает система. Надо поэтично, с любовью человека приобщать здоровому к жизни. Очень нежно, заботясь о человеке. Не надо его мучить. Итак, сострадание означает, что мы ценим боль близкого человека, его чувства. То есть, в чем выражается мужская боль больше всего? Что больнее всего мужчине? В мужчине больнее всего женские эмоции. Когда женщина эмоционально что-то говорит, она ему пытается глубже объяснить. Это означает удар на ножи пояса. То есть, вот сюда. Ему очень трудно это слушать. Его замыкает, она начинает вырываться из отношений. Женщине тяжелее всего. Это принцип мужчины, принцип, давление принципа такое. Так, я тебе сейчас все скажу. Ну вот, как начинается принцип, то женщина уже колбасит раньше, чем он уже начал говорить. Ну, потому что давит он на мозги очень сильно. Ну, то есть, идея в чем заключается? Что надо понимать боль близкого человека. Боль означает, мужчина без давления говорит, с юмором в жене. Говорит, тебе надо пораньше вставать, а то у тебя гормоны будут страдать, гормональные функции, адрекции слышно. Вот. И даже не обязательно, как бы, говорить, что что-то будет страдать, а просто вставай, красавица, проснись там. И просто там взять ее вот так и понести в ванну. Ничего не говоря. Уже пора вставать. Взял и понес. Все женщины согласны так подниматься с постели. Я просто уверен. Да? Кто не согласен, поднимите вы. Женщины. Вы не согласны. Сами хотите, да? Хотя она крепкая такая, боевая. И кто еще не согласен? Так вставайте. Блин, ты единогласный. Кто-то воздержался. Ну, ладно. Итак, надо учитывать психические функции человека. Женщина очень яркое существо. Не надо как с пушинкой обращаться. Вот так, очень аккуратно. Чтобы ее не как и мужчина. У него очень болезненные... У него очень болезненное самолюбие в том плане, что он все время в жизни должен победить себя. Поэтому мужчина рождается, и поэтому надо всегда к нему относиться, как будто бы он уже себя победил. Ну, то есть, надо относиться к нему в этом аскезо женское заключается, что он такой вообще очень молодец. То есть, ученик такой молодец, хороший. Ученик надо так относиться уже заранее. Даже не обязательно говорить это. Он может догадаться, что это без лекций. Но, как бы... Но смотреть можно. Вот так. И пусть вознесет. Хорошо. Над женщиной. Да. Все поняли причинами. У меня уже навоевать за мной началось. Сейчас я объясню вам. О, мне нравится, что вы уже вот так. Вот так и победа, вот так надо задавать вопросы. Ну, ладно. Я думал, что вы так и вопросы задаете. Оказывается, мужчина и женщина с дополнением. Я понял, понял. Сейчас объясню вам. Никаких шансов. Никаких шансов вам построить отношения с мужем. Никаких шансов вообще. Потому что, веды объясняют. Женщина, которая сражается с мужем, обречена на поражение всегда. Всегда. А женщина, которая научилась, поняла, что с мужем сражаться не надо, она всегда побеждает. Почему? Потому что женская психика, она в несколько раз сильнее мужской. И поэтому природа так придумала, что женщина, она должна вести себя по отношению к мужу. Надо вот вам тренироваться. Я вам упражнение одно тут показываю. Вот смотрите. Вот так. И добавить в вас три слова. Да, мой террор. Давай. Да. Такое упражнение очень. Она очень помогает. Я согласен. Если я один раз так скажу, мне в глаза только... Ты где была? Вы запускаете сначала? Потому что это неожиданность для него. Знаете, женщина, когда видит топор мужчины, неестественное желание сражаться, сопротивляться. Потому что, ну, это как выбор. А если ей еще как бы... Еще вот так сделать, она вот как... И все, и понеслась как бы. Это только первый эффект. Понимаете, если джина в бутылке держать, когда вы его как бы из бутылки выпускаете, он сразу такой большой. Ну, а что, он засиделся в бутылке, понимаете? Так мужчина сначала он как бы может наехать, когда его подкупорить, дать ему немножко возможность. Ну, понимаете, если женщина вот так себя ведет, что с мужчиной происходит? Он такой... Он сразу успокаивается, понимаете? То есть, для чего этот вообще принцип нужен? Для того, чтобы мужчину... Остудите все. Потому что, смотрите, вот принцип мужчины, да, допустим, это полный стакан. Принцип мужчины. И также его давление. Чем больше принцип, тем сильнее давление на вас. Чем сильнее давление, тем больше вы боитесь согласиться. Думаете, что если вы согласитесь, значит, вам конец. Объясняю, как работает система. Вы вот чуть-чуть согласились, принципа меньше. Еще чуть-чуть согласились, еще меньше принципа. Еще чуть-чуть, еще, 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 еще. Потом что наступает? Никакого принципа не осталось. Он что вам потом говорит? Да, на самом деле, ты права. Так всегда бывает, потому что у него нет принципов никаких, мужчины. У него есть чувство собственного достоинства. Еще, у него никакие больше никаких принципов. Принципы только у женщины есть. Это она воюет за принципы. Она говорит, у нас стакан должен здесь стоять, на кухне. Он говорит, нет, не здесь. Почему он так сказал? Потому что она сказала, что ему неправильно. Вот и все. Если она ему говорит, мой муж, вот где хочешь, ставь свой стакан. Шансферена. Но мне, мой дорогой, почему-то хочется, чтобы он здесь стоял. Я не знаю, почему мне так хочется. И он скажет, ну ладно, пускай здесь стоять. И страха женщина боится согласиться с мужчиной. И верно говоря, как проявляется разумная женщина. Она соглашается, и поэтому она всегда в семье лидирует. Она согласна, и всегда лидирует. Согласна не означает унижение для женщины. Она сама соглашается, ее никто не заставляет. Она сама вот так делает, сама может. Это не значит, что она так считает. Она согласна с мнением мужа, просто согласна. Но это не значит, что она так считает. Он это потом поймет. Есть другое мнение, и он не против этого другого мнения. Главное, чтобы она была с моим мнением согласна. Вот и все. Если она потом не туда стакан поставит, он даже не заметит это. Главное, чтобы она была согласна. Вот и вся система, понимаете? Она очень простая. Поэтому женщина не вот так вот, а вот так. Она себя ставит сама ниже, для того, чтобы гармония в семье установилась. Потому что она сильнее же психически мужчины. Если она ставит на равных, то ему чувствует себя хуже. Он начинает сражаться за свои права. Она ставит себя ниже, он успокаивается сразу. Все проблемы решают сами, само собой. Все равно все по-женски будет в доме. Все будет по-женски все равно в доме. Что в доме по-мужски, скажите? Что по-мужски, обои есть 50 мужские, да? Нет, как женщина хочет. Кровать по-мужски нет. Гордины по-мужски нет. Все по-женски. Женская энергия везде в доме. Что на кухне, что по-мужски, как-то убрано, все по-женски. Как женщина хочет, все в доме по-женски происходит. Мужчина не может там ничего, даже миллиметр себе отвоевать. Она даже, когда его нет, она даже в его кабинет пробирает, чтобы там порядок сделать. Потом он не знает, где-то что лежит. Пробирается даже в кабинет везде, она везде. И ничего не сделаешь. Никаких вариантов сопротивления бесполезны. Поэтому в этом нет проблем. Надо просто знать как. Мы сейчас говорим о сострадании. В сострадании возможно, если ты понимаешь, что близкий человек хороший. А если ты не понимаешь, что он хороший, значит между вами ничего вообще не может быть сейчас. Потому что отношения прокисли. Для того, чтобы они восстановились, надо садиться рано утром, ставить фотографию и просить прощения, прощать. И не надо думать, что ты можешь болтовнёй своей или ещё чем-то, и заставить его сказать что-то, изменить ситуацию. Сострадание означает, что ты принимаешь боль человека. Постепенно, когда ты его прощаешь, просишь прощения, ты начнёшь понимать, что ему очень тяжело жить на свете. В этом мире всем очень тяжело жить. Но не надо думать о том, как не тяжело. Это позорно, понимаете. Это не помогает человеку. Помогает думать о том, как другим тяжело. Потому что в этом заключается любовь человеческая. А только любовь может спасти наше отношение. Мы смотрим со страданием в глаза и говорим, тебе это трудно. Несмотря на то, что я болен, устал, я говорю о том, как другому трудно. Вот пойдёмте, особенно вот два мужчины вот таких возраста. Пойдёмте, вот здесь есть места свободные, не тот, а не сидит. Пойдёмте, и вы, и вы, и пойдём туда. Давайте, заходите. Садитесь, вот здесь два места есть. Давайте, садитесь. И вот сейчас мы проявим со страдания тем, кто стоит. Поднимите руку, потому что здесь есть свободное место. Всё. Все проходите в зал. Кто руку поднял, увидел, идите на руку. И вам готов, поднимайте руку, значит, если есть место. Вот здесь ещё два места есть, там ещё одно место, здесь место. Пожалуйста, проходите, проходите, не стесняйтесь. Места есть, все места кладут за ним. Проходите. На скамейке тоже куча мест. Можно вперёд пройти, на скамейке сидеть. Саша! Саша! Есть место. Проходите, проходите. Вот на скамейке можно сесть. Красивые девушки. Все готовы. Ещё есть, видите, ещё одно место. Проходите, вот ещё одно место. Проходите. И как хорошо вам спалось. У неё, может, придёт, не приставать. Она ходит на лекцию уже 10 лет, когда её служит. И всегда сидит вот на этом месте, вот сюда. Чего вы хотите? Пристаёте. Правда, с другой стороны обойти там, где же были. Продолжаем. Итак, я ещё хотел бы в этой связи кое-что сказать важное. Дело в том, что вообще у человека есть две судьбы. Одна судьба — это карма, это очень жестокая вещь. Механика, понимаете? Изнутри идёт сила, заставляет близкого человека мучиться и тебя мучить. Механика такая работает. С ней ничего не сделаешь. Но есть другая вещь, называется разумное существование. Она побеждает эту механику. Если человек повторяет, постоянно слушает музыку духовную, он повторяет «я желаю всем счастья», он не смотрит кабельное телевидение, ну, то есть вот это вот негативные эмоции все идёт, то есть бред вот этот, который оттуда идёт, не наполняет предом квартиру. Если он постоянно старается прощать, просит прощения, то есть, смотрите, он ведёт активный образ жизни в плане внутренних чувств, то он побеждает карму. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не хотим этой активной жизни, мы ждём. Мы ждём, когда у нас жизнь будет хорошей. Вот это ожидание является ядом, беды говорят. Да, человек ждёт, когда будет лучше близкий себя человек вести. Это яд, он пускает яд в отношениях. Девушка ждёт, когда она выйдет замуж, она пускает яд в свою возможность выйти замуж. Потому что она не должна ждать, она должна вести себя по-женски. Она должна заботиться обо всех, всем служить. Она звонит, должна подружкам, любить их. Должна всех по кругу бить начать, а не сидеть скучать. Понимаете? И она быстро выйдет замуж таким образом. Мужчина, допустим, не может на работу себя найти. Сидит дома, смотрит телевизор, нет работы. Надо идти искать или работать там, где уже есть. Пускай меньше зарплата, но это означает, что тебе легче потом будет найти там, где лучше зарплата. Ты начал где-то работать, у тебя пошла сила внутренняя. И эта сила, она находит работу. Если человек просто прокис, работа не найдётся. Он никому такой не нужен, понимаете? Надо стать мужчиной, этого надо работать. То есть система всегда означает что-то делать. Она не означает мечтать, тосковать и смотреть телевизор. Но наша проблема заключается в том, что мы очень сильно подселены на все эти вещи. Внутренняя жизнь всё меньше сейчас у людей приоритетом является. И поэтому люди спиваются, наркотики, пьянство, азартные игры, интернет. Это всё результат того, что у человека не работает разум. Он не может активно жить. У него нет возможности внутренней побеждать свою карму. Он её пытается сбросить куда-то с помощью вот этого пассивного восприятия мира. Понимаете? То есть он просто-просто от неё бежит, от своей судьбы. От неё не убежишь, она всё равно тебя догонит. Поэтому это не метод. Надо сражаться с помощью молитвы, позитивного мышления. То есть метод очень простой. Есть святые люди, которые победили судьбу. Они сияют. Поэтому называются святые. Они чем сияют? Энергии счастья. Надо кланяться им. Когда человек кланится кому-то, он... Вся сила аскетизма или сила человека находится в его стопах. Когда человек кланится кому-то, он таким образом, позитивно настроенно кланится, он берёт эту силу у него в стоп и себе в разум помещает в голову. Таким образом он обретает силу. Теперь спросите мне... Скажите мне, из вас кто-то хоть раз в жизни родителям покланился? Один раз. Кто поднимите руку, кто один раз покланился? Видите, как малый. Кто много раз покланился? Я не спрашиваю такой вопрос, потому что обычно поднимают две руки. Понимаете? Идея в чем заключается? В том, что основная милость или сила счастья, или удача, или птица счастья приходит к человеку, когда он получает её от старших. Самые старшие у нас это родители. Которых мы не любим, потому что мы накатили негатив к ним, потому что мы видим только плохое в них, что плохое они для нас сделали в жизни. А мы не видим, что они нас родили и вырастили. Это ни с чем не сравнится. Человеку дали жизнь. И когда человек кланится своим родителям мысленно, он получает защиту от лучших сил. Понимаете? Поэтому веды рекомендуют всегда кланяться своим родителям, чтобы человек был защищён, чтобы удача жила в его жизни, чтобы он не был проклятым. Потому что когда человек не кланяется своим родителям, то не кланяясь отцу, он не получает защиту в социуме. Он не может работу найти себе, не может положение в обществе занять правильно, денег не хватает в жизни. Когда он не кланяется своей матери, то в семейной жизни, в личной жизни нет счастья. Понимаете? Нет правильных отношений с матерью, нет личной жизни счастья с отцом, нет в обществе успеха. Почему? Потому что всё зависит от человеческой жизни, от тех сил, которые мы откуда-то получаем. Мы ищем, большинство людей считают себя способными что-то сделать в жизни, способными. Я могу. Но что мы можем? Мы полностью здесь зависим. Без воздуха мы не проживём, нам нужен воздух, без солнца мы не проживём, без властей мы не проживём, будет хаос в стране, мы не проживём без работы, денег не будет. Мы во всём зависимы. Мы абсолютно беспомощны здесь. И если человек правильную зависимость себе выбирает в жизни, то он процветает. Правильная зависимость — это от добрых сил зависимость. Если ты по-доброму думаешь обо всем, где-то говорится, к какому бы состоянию бытия человек не стремился, такое он получает. Если человек постоянно думает о колбасы, не о колбасы, о плохом магазине, значит, получает такой результат. Он получает, видит только плохое, он постоянно мноет в архи, ему плохо жить. Теперь, он плохо относится к правительству, допустим, плохой результат получает в отношении с правительством, его начинает правительство мучить. Если он плохо думает о родственников, родственники начинают мучить. И принцип этот очень простой. Он описан в простых советских пословицах, русских, народных пословицах. За что боролся, на то и напоролся. Видите, очень простой принцип, он понятен. Поэтому надо бороться немножко за другое, чтобы не набороться, понимаете. Но там внутри к этому все само тянет. Вот, допустим, мы собрали застолье. Собрали застолье. Ну, у нас праздник. Начали общаться друг с другом. Сначала там, да здравствуй, там, Вася, чтобы у него в жизни все было хорошо. Там, допустим, ну, поели, попили. Дальше застолье чем заканчивается? Все гады. Люди начинают извергать из себя понос. То есть они начинают говорить, вот этот вот козел такой, этому не повезло, ну ничего, все будет нормально, если он исправится. Вот, это тоже, а правительство вообще говно у нас. И понеслась, понимаете? Понеслась. И конца, и края таким беседом нет. Что люди в это дело время делают? Они уничтожают свое счастье просто, и все. Ну, смотрите, у нас здесь другая беседа, так? Мы стараемся позитивно настроиться, мы стараемся говорить о чем-то важном, нужном. То есть таких бесед очень мало. Телевизор включаешь, допустим, что там идет? Другая песня совсем. Там, в Мозамбике кого-то изнасиловали, на Таите кто-то утонул, и так далее. Томатиды вообще не буду говорить. Сейчас все глаза квадратные будут. Я летел до этого лекции в Черябинске, читал, летел через Шереметьево. В Шереметьево зашел, и тут с чемоданом, ну, у меня нос немножко большой, там, черные волосы, я не знаю. В общем, я смотрю, идут вот, ну, здравствуй, 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 стюардесса, мой сердечный дух. Я так настроен всегда. Или просто к любым работникам аэропорта. Я смотрю, они идут, я вижу, вот я мысли чувствую человека, вижу, что вот сейчас я их взорву. Вот я иду, с чемоданом у меня вроде нет, там и с верчатки не видно, ничего такого, не дошили, пояс. Ну, просто как бы, вот я иду просто с чемоданом, нормальный человек. Люди идут мне навстречу. Я чувствую, я чувствую, что они так смотрят на меня, я начинаю чувствовать, что я, наверное, точно сейчас их взорву, хотя сам, в общем-то, так не хотел. Потому что они так смотрят на меня, что у меня появляется вот походка, вот бандитская такая. Понимаете, то есть все, то есть меняется психика, потому что люди так смотрят на тебя, все вокруг. Это называется массовый психоз. Так вот, в Ведах, для того, чтобы массового психоза не было, людям старались не говорить все эти вещи. Ну, кому надо, говорили, вот кому надо, чтобы не было терактов, кто должен об этом знать? Кто это должен издать? Правоохранительные органы, ну, милиция там, воины там, всякие солдаты, ну, все, кто должен это знать. Там служба безопасности, зачем вот это поднимать, вот это вот, понимаете, то есть это все же психику людям. просто крушили. Меня мать говорит, «Алешка, Алешка, ты не в аэропорту, все, моя мама, ты где сейчас?» «Дома, мама». «Значит, ты не взорвался, нет?» Неужели, если бы я взорвался, ей бы не сообщили? Чтобы сообщить, чего беспокоиться? Поэтому, как бы, идея в чем заключается? В том, что если кто взорвается, так все узнает. А если не взорвать, так и не надо оповещать. То есть, сама культура, сама культура у нас работает неправильно. Культура означает, больше говорить о хорошем, давать людям позитивное знание, чтобы сердца их расцветали. Вот здесь, какой-то батюшка помолился, и все вылечились от этого. Кто-то вылечился. Вы знаете такую информацию или нет? Что, бывает, батюшка помолился, и человек вылечивается. Кто-то знает, большинство нет. Большинство знает, что батюшка где-то нажрался, как свинья. То есть, это означает, опять же, что в ной руках нарушится связь с верой, с религией. Понимаете, от чего от такой информации? Получается, часто средства информации, массовой информации, карценизаторы, то есть, они находят только одни изражения вокруг. И, соответственно, распыляют их по всему городу. Зачем? Это не то, что помогает. Поэтому, раз такие произошли процессы, надо просто одноглазого наставника этого выключить, и все, не смотрели. Не надо вы о других, вы о себе думаете. Это неправильное мышление, чтобы другие не смотрели, телевизор из-за этого этажа выбрасывали. Я не для этого, как бы, лекцию читаю, чтобы вы сейчас тушили всех вокруг. Я говорю о себе, понимаете, пускай смотрят телевизор, а вы слушайте музыку духовную, и ваша любовь все равно победит. Не надо никого мучить, потому что, если вы сражаться со всеми начнете, от этого лучше не станет ситуация.